Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Приснился страшный сон, как моя умершая мама лечит меня в постели подушкой. В принципе, с мамой отношения были хорошие. К чему такое снится? Ну, смотрите, здесь в первую очередь, на мой, по крайней мере, взгляд, нужно определиться с тем, в каком контексте мы рассматриваем, скажем так, ваше сновидение, да? Вот, то есть мы его рассматриваем как сон, который, вероятно, может, ну, что-то значит, да? Вот, или мы рассматриваем его как что-то такое, вот, ну, психологическое. Вот. То есть мы рассматриваем, воспринимаем его как что-то такое вот именно психологическое, где нет никаких, вообще, значит, ну, таких, никаких особенных, скажем так, значений, да? То есть никакого значения нет. Вот. Нам нужно определиться, на мой взгляд, с этим, как мы это видим. Вот. То есть как мы хотим это, это видеть. Вот так я бы, я бы, я бы, я бы сказал, в данном случае. Значит, как психолог я рассматриваю в данном случае сновидение именно как ваши собственные психологические конфликты, да, конфликты. Вот. И как ваш, как ваш собственный психологический, ну, может быть, вот, травмирующий опыт. Вот. Поэтому, я думаю, что, да, не смотря на то, что отношения, вот, с вашей, ну, с вашей мамой были хороши, по вашему мнению. Все равно могут быть у вас какие-то элементы обиды на нее, например. Все равно могут быть у вас какие-то элементы недовольства, ну, мамой, да, вот, ну, какие-то, какая-то злость, там, вот. Какие-то события, которые вызвали у вас, например, схожие такие чувства, да, вот, с тем, что вы испытывали в детстве, да, ну, могли испытывать в детстве. Вот. Но этого не замечали, например, потому что, допустим, ну, был элемент, скажем так, был элемент вытеснения. Вот. А сейчас, допустим, этого элемента нет, или он стал слабее, ну, по какой-то причине, опять же, и вы почувствовали что-то. Да? Ну, вообще-то такое почувствовали. Вот. Поэтому, конечно, конечно, лучше всего было бы вам сделать анализ вашего детства, сделать анализ ваших отношений с мамой. Ну, более, скажем так, более внимательно, более подробно, да, вот, и не опираясь, там, допустим, только на, вот, то, что вы сами, например. Думаете, да, то, что вы сами, допустим, ну, предполагаете. Вот. Вот. Потому что вариантов здесь может быть достаточно много. Вот. А если говорить прямо, то есть если говорить конкретно о том, вот, что значит такое сновидение, то я бы сказал, что это какой-то такой контроль, контроль и, возможно, ну, агрессия, да, или вот что-то негативное связано с вами, вами самой, то есть это ваша собственная активность, вот. Ну, приписываемая маме, вот, то есть, типа, что мама, значит, ну, вот, неодобрая, да, то есть вот. И, исходя из этого, можно предположить, что вы когда-то испытывали, вот, ну, чувство стыда, или чувство вины, вот, какое-то время назад. И даже если, вот, это прошло, ну, для вас, да, бесследно, да, даже если вы хорошо это пережили, да, если вы, вот, как-то, ну, позитивно к этому отнеслись, прожили, вот, то подсознательно все равно какие-то конфликты остались. И эти конфликты прямо сейчас дают о себе, дают о себе знать вам, вот. Вот. В такой, вот, форме, ну, неприятной, неприятной форме, да, к сожалению. Вот, поэтому здесь, конечно, имеет смысл, вот, посмотреть, какие у вас чувства. Вот эта ситуация, эта история вызывала, вот, да. Что я вижу сейчас, вот, когда вы пишете, я вижу некий такой вот страх перед мамой. Я вижу некое такое, может быть, ну, опасение мамы, вот. Значит, нежелание признавать, что в отношениях с нами были какие-то проблемы, вот. Или недооценка этих проблем, да, то есть, ну, вот, обесценивание этих проблем, вот. Вот как-то так, как-то так тут есть. Значит, ну, какой то такой, какой то такой момент тут есть. Поэтому сон действительно неприятный. Вот, ведь это то на том, что ваш внутренний ребенок, вот, столкнулся с некоторым опытом, таким вот неприятным для себя опытом, который был от него скрыт, по-видимому, значит, в течение какого-то времени, возможно, в течение длительного времени, вот. Вот как-то так, мне сейчас пришла в голову вот такая мысль, что если вы не оплакивали свою маму, вот, то есть если вы как-то вот, ну, не отболели потерю, да, и если вы не допускаете даже мысли о том, что, ну, знаете, после потери близкого человека, можно испытывать вину, вот, перед ушедшим человеком, вот, если вы, вот, как-то не признали, не признали эту вину, вот, то тоже может быть, такой, такой вот, очень неприятный, неприятный аспект, вот, то есть мама вас за что-то наказывает в этой, в этой ситуации, ну, в этой ситуации, вот, что-то ей не нравится, что-то ей не нравится ваше поведение, в том, как вы себя ведете, и так далее, ну, вот, что именно, да, нужно смотреть, нужно смотреть, нужно исследовать, что именно, вот, и, соответственно, ответы на, вот, ответы на эти вопросы, они находятся в вашем опыте, вот, ну, в прошлом опыте, опыте вашего, прошлого, вот, который вам может быть недоступен, потому что, ну, вот, вы, вы не работали с психологом, вот, кроме того, ситуация может быть прямо с мамой, не связана, ну, вот, прямой связи, да, может не быть с мамой, но вы испытали обиду, а обидно вызвало детский, ну, детский ассоциативный ряд, вот, что и, собственно, значит, отослало вас, как раз, вот, к этому сну, вот, поэтому вариантов здесь может быть очень много, таким образом, лучше всего было бы поговорить, да, лучше всего было бы проконсультироваться, поисследоваться, я думаю, что какие-то непрожитые моменты мы бы нашли, вот, всего самого доброго вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова